Пусть и райд – это проявление мира постмодерна, мира бесценностей, и вот такого понимания свободы, которое предполагает, что свобода – это отсутствие запретов. И самовыражение – это выразить себя вне всяких запретов. Действительно, в этом отношении, я бы сказал, что они предлагают мир без запретов, без ценностей, и это на самом деле не столько разрушает ценности все, они свои стараются защитить, сколько разрушает ценности тех систем, цивилизаций, стран, подчинить или конкурировать, скажем так, мягко, с которыми они стремятся. Вот вы знаете, в книге Сергея Лукьяненко «Звезды холодной игрушки» там есть такая цивилизация, диаметров, которая исповедует идеологию дружбы. Она приходит на другую планету и предлагает дружить, предлагает развивать их прогресс. Но поскольку исходит из того, что их техническое развитие может быть неадекватно, их миролюбивости, первая задача – это осуществить регресс, обезоружить их, а потом, чтобы они строились уже под тебя. Вот пусть и райд – это невольный, но один из таких моментов. Почему я, например, выступал за наиболее жёсткое наказание их, не в силу того, что, скажем, я атеист, я вольтерианец, безусловно, но я защитник мира ценностей. Ценности могут быть одни, ценности могут быть другие. Самое страшное – это уничтожение ценностей и святых, какими бы они ни были. Поэтому это то, чему действительно мы должны противостоять, и это та форма агрессии, которая частью используется сознательно, а частью порождается спецификой вот этого современного постмодерна, характерного в частности и для Европы.